За последние несколько месяцев Азербайджану и Армении удалось решить свои разногласия по некоторым вопросам. Об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ОБСЕ Равшан Садыкбейли на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в ответ на выступление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзаяна. Переговоры, проведенные за последние несколько месяцев в Вашингтоне, Брюсселе, Москве и Кишиневе, помогли сторонам сузить круг разногласий по некоторым вопросам. Шестая трехсторонняя встреча, состоявшаяся в Брюсселе на прошлой неделе, также была полезна для поддержания позитивной динамики в двусторонних переговорах, сказал он. Садыкбейли подчеркнул, что Баку также предпринял усилия для начала процесса делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном. 12 июля 2023 года на границе между двумя странами состоялось четвертое заседание соответствующих комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, которое позволило сторонам продолжить переговоры, отметил он. В то же время, как подчеркнул представитель ВОБСЕ, Азербайджан также неустанно работает над разблокированием всех транспортных и коммуникационных связей в регионе в соответствии с трехсторонним заявлением. Однако, несмотря на решительную поддержку этой инициативы международным сообществом и дипломатические усилия, предпринятые для продвижения повестки дня по нормализации, ощутимый прогресс остается ограниченным. Армения продолжает искусственно затягивать практическую работу на различных направлениях, выдвигая свои условия, отметил Садык Бейли. Хотя Армения открыто признала суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах как его неотъемлемую часть, руководству Армении все еще не хватает реальных шагов для того, чтобы в конечном итоге добиться прорыва в отношениях с Азербайджаном, заключил представитель в ОБСЕ.